Всем привет! Меня зовут Аня и я мечтаю стать профессиональным журналистом. Мой первый сюжет про умные машины. Умные машины. За ними будущее, ведь они во многом смогут облегчить жизнь человека. Созданием всевозможных роботов трудятся не только ученые, но и дети. Для них существуют кружки по робототехнике. Секция по робототехнике в Кировске, которая сейчас существует на базе Центра детского творчества Хибины, начиналась с обычного школьного кружка. Два с половиной года назад учитель информатики Хибинской гимназии Владимир Циханович вместе со школьниками начал изобретать роботов. А с сентября 2013 года занятия стали доступны не только ученикам гимназии, но и всем ребятам, живущим в городе. Сейчас в команде Владимира Цихановича больше 40 робототехников разного возраста. Наверное, я решил заниматься именно этим направлением, помимо уроков информатики. Хотя и робототехника, и информатика, они... нельзя их разделить. А, конечно, многие думают, что робототехника — это по фильму известному «Терминатор», да, робот вот встает с автоматом и всех убивает. Нет, на самом деле робототехника — это широкий спектр деятельности. Создание робота начинается с идеи. То есть нужно определиться, что он будет делать. Затем необходимо сделать модель будущего механизма, когда задача ясна, создается компьютерная программа, с помощью которой робот и будет действовать. С первого раза, как правило, ничего не получается, но методом проб и ошибок можно достичь желаемого результата. Робототехника на самом деле — это очень сложно. И сейчас мы попробуем собрать какой-нибудь самый простой элемент. Владимир Владимирович, с чего начать? Мы начнем с самого простого, с понятия, как работает двигатель. И как этот двигатель зависит от работы датчиков. Датчик мы вкладываем, двигатель заработает. С помощью компьютерной программы сейчас мы запустили двигатель. А вот Сергей Белевский уже давно знаком со Зами робототехники. За два с половиной года ученик Хибинской гимназии успел поучаствовать во многих конкурсах. Старание молодого человека и его товарища по проекту оценил сам министр МЧС России. За победу в региональном этапе всероссийского конкурса ребята получили часы с эмблемой министерства. Мы создали двух роботов, предназначенных для спасения людей в тех местах, где это не может сделать человек. Первый проект робот, который помогал вытаскивать людей из пещеры, если они провалились в какую-то пещеру, натягивался трос. Робот по тросу проезжал и спускал спасательную люльку, которая вытаскивала людей из пропасти. Затем второй наш проект – это робот, который проходил в труднодоступных местах. Некоторые родители, со слов Владимира Цихановича, считают занятие по робототехнике лишь развлечением. Да и сами ребята на первых порах думают, что будут играть в лего-конструктор. А в дальнейшем мы начинаем программировать какие-то задачи, и уже ребятам становится намного сложнее. То есть от игры мы постепенно переходим к каким-то более серьезным задачам. Было такое, что я приглашал двух девочек заниматься, они хорошо программировали, но родители сказали нет. Этим вы заниматься не будете, будете ходить на рисование, на цирковое, художественное таблице. А ведь набив руку в кружке по робототехнике, ребята могут стать успешными в любой инженерной профессии и создавать умные машины, которые помогут людям. О будущей специальности подумывает и Сергей Белевский. В будущем я хотела бы стать инженером-разработчиком, разрабатывать, наверное, какие-то приложения для различных платформ. В современном мире роботы уже окружают нас со всех сторон – и дома, и на работе. С каждым годом они совершенствуются. Умные машины, за ними – будущее. Например, китайцы уже сейчас могут включить с помощью своего мобильного телефона свою микроволновую печь. Возможно, скоро это дойдет и до нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова